привет подписчики сварщик с кубани привет саня гуанка там стоит не стоит короче вчера был на шабашке вчера был на шабашке и варил там маленькие трубки короче то есть вот этот змеевик для вернее не змеевик а холодильник для самогонного аппарата короче вот и трубки были короче там некоторые трубки были с нержавейки некоторые черный металл и вот заказчик короче поехал купил электроды специальные по 35 рублей за штучку короче по нержавейки чтобы я ему заварил это все дело на самом деле я вам скажу что не надо таких затрат потому что можно заварить обычным рутилом нержавейку тем более если вы варите если вы варите черную трубу к нержавейке можно приварить смело и обычными рутиловыми электродами для чего нужны вообще электроды по нержавейке для того чтобы когда вы свариваете например трубу нержавеющую другой трубе нержавеющей чтобы стык не ржавел понятно для этого и нужны электроды по нержавеющей стали чтобы стык сам не ржавел вот и все а так вы а так нержавейка варится обычными рутиловыми электродами ну если например не где-то нержавейкой нужно вам приварить чернуху короче варите обычными рутилами рутиловыми электродами и все будет классно ясно вот насчет сварочного аппарата короче каким сварочным аппаратом я вчера варил ну просто шикарный вот мой аппарат это аврора про stick made 180 короче это мой самый лучший сварочный аппарат которым я не на любуюсь короче то есть во всем он мне нравится во всем единственное что в нем мне не нравится это нет у него анти залипания но для как сказать для меня это принципе особо такая не помеха это анти залипание короче а для новичка я думаю наверно создаться эта проблемка и сейчас но это вот stick made 180 а сейчас уже вышли модели короче stick made 185 короче идут так вот в тех возможно уже есть анти залипание короче они немножко дешевле почему-то легче кстати на меньше сам аппарат но я думаю что в них уже анти залипание по-любому стоит вот он сам аппарат красавчик просто красавчик аврорка когда спрашиваете покупать аврору не покупать конечно покупайте это один из лучших китайских сварочных аппаратов то есть что я могу посоветовать вам реальность вот если вы собрались покупать китайский сварочный аппарат то покупайте аврору или сварок это два самых лучших аппаратов но не тоже понимаете вот как сказать у них же тоже там есть и дешевые варианты короче в этой же авроры есть дешевые варианты такие там как например вектор аврора да это как бы удешевленный вариант аврорки я не знаю не варил ним короче такое под таким аппаратом но думаю что ампер и он по-любому свои выдаст короче этот вектор который да по-любому в аврора вся аврора короче выдает свои амперы то есть у нее честные характеристики это по-любому в любом сварочном аппарате вот и все они короче немножко разные например там интер сварочный аппарат аврора интер у нее по моему там трехэтажка стоит схема тоже классная дуга вообще классный аппарат аврора провод эти вот фирмы stick made они уже как бы ним есть такой облегченный поджиг короче для аргоновой сварки я этим аргоном пока не варю не пробовал короче но электродом она варит просто замечательно лучше чем не он короче да серьезно лучше чем у него ну не тот не понимаете опять же у меня не он выше думаете вот если не он короче vd 163 вот по нему не надо ровнять все неоны понимаете есть те неоны которые там 201 там 203 него там какие они там идут часть 221 там они совсем другие неоны у них совсем другая дуга у них все по-другому а это как для бытового для бытового использования не он vd 163 сделали просто для бытового для дома а я ним использую как в профессиональном деле видели трубы варю ним а он бытовой обычный вот это вот уже такой знаете полупрофессиональный я скажу короче то есть у него дуга шикарная нет антизалипания плохо что пластмассы много короче понимаете вот это я не люблю на аппаратах пластмассу вот эту а так вообще аппарат бомба то есть я аврору вам советую аврора вещь говорить я сегодня буду не авророй а поварим мы сегодня сварочным аппаратом электролайт давненько я ним не варил аппарат тоже бытового класса выдает я не помню сколько по моему 140 он выдает 140 ампер выдает но это с головой короче тройкой варить это с головой ручка уже стоит видите в него короче такая блатная ручка прикольная вот сзади вот так выглядит поставили ему байонеты вот я нашел у него косячок конечно такой байонеты 50 поставили вот и сами байонеты немножко по обрезали то есть вот эти не байонеты разъемы байонеты да чуть по обрезали потому что в разъемах смотрите видите там болт внутри он немножко выпирает короче и поэтому для этих сварочных аппаратов разъемы надо покупать немножко другие сейчас покажу короче чем разница то есть вот они разъемы вот они разъемы он смотрите обычно разъемы 50 разъемы ой разъемы байонеты вот эти да они вот так немного длиннее короче где-то миллиметров на 5 ну да где-то на 5 миллиметров они длиннее а здесь на этом аппарате они вот прям вот так видите обрезанный по самое не хочу вот под самый вот этот писюнчик короче это для того чтобы не мешал тот болт который он который выступает в самом разъеме видеть вот так вот небольшая такая недоработка в принципе но это на работу не влияет сварочного аппарата дуга у него хорошая то есть для его цены дуга отлично аппарат вообще хороший мне нравится особенно его яркий короче дисплей давайте я включу посмотрим вот я его включил подсветку не выключил на телефоне ну так вот смотрите яркий очень дисплей это видно да реально яркий короче вот нажмешь держишь десятки мотает видите просто клацаешь единицы мотает просто вот нажимаешь единицы мотает нажмешь держишь десятки пошли мотаться вот такой вот аппаратец в принципе ну не нравится небольшая плата у него стоит такая похожая наверно на фубок немного дуга хорошая для бытового аппарата вообще просто супер короче вот вот ним и короче сегодня и попробуем поварить просто я хочу его попробовать хочу его попробовать как он варит электроды лбшки на малых токах ну можно ли ним короче заварить маленькую трубку маленького диаметра электродами лбшкой вот это вот у меня сейчас такая задача потому что для меня как бы уже важно то есть мне нужен аппарат для работы такой чтоб варил лбшку на малых токах вот но вы как бы особо не обращайте внимание говорю аппарат отличный ну вдоль для дома там по хозяйству вообще просто супер короче а если там где-то работать там какие постоянно варить трубы короче то конечно же надо вот такой аппарат ну я к примеру говорю который уже стоит 10-15 тысяч там да вот этот 15 стоит а для дома не пойдут и вот эти вот два красавца вот стоит короче вот это что у нас тут ударнику из 160 отличный аппаратик дешевые зачем переплачивать варить все эти электроды там рутил тройку варит все отлично зачем переплачивать купил и работой дома те же трубы варе есть видео я снимал как он трубы варит сибир тех это вообще просто замечательно короче это у него дуга вообще шикарная даже с ним варил есть видео с корневым проходом варил ним электродами лбшкой то есть корень проварил до на малых токах соответственно вот этот вообще у него дуга шикарная по сравнению с его ценой да вот и вообще аппарат вот этот вот самый лучший сибир тех ну электролайт ничем не хуже короче ну я так думаю и вот сегодня мы его и проверим короче поехали короче попробовал я лбшкой но нифига он не хочет короче варить даже не буду мучиться он варит их короче но дуга прерывается понятно так что мы сейчас попробуем это сама рутилом он варит трубу нормально сейчас вот на старой трубе вот есть у меня тут кусочек да сейчас я вот здесь сделаю такой зазорчик нормальный прям и заварим короче дешевыми электродами такими самыми она 21 значит электродами написано изготовлены на оборудовании фирмы и сам швейцария на оборудовании на самом деле электроды я вам скажу не блещут короче там магнитогорский электродный завод челябинская область то есть они то ли отсыревшие не знаю короче плохо варят то есть вот эти электроды не покупайте они плохие вот но сейчас я ними попробую все-таки трубу заварить на вот таких вот амперах электродом два с половиной миллиметра с хорошим таким большим зазором посмотрим сейчас еще забыл сказать что это тамара смотрите вот я в крагах смотрите грага и мне без проблем сделать меньше току вот смотрите без проблем ничего не мешает мне ток убавить прибавить я в крагах понятно то есть меньше сделать нам мотаю видит вот 90 поставлю я в крагах поэтому знаете некоторые пишут что типа такие вот регуляторы ампеража короче неудобные да нет нормально все вообще даже без проблем и в крагах поэтому не покупать не будет покупать и аппараты где амперметры не крутилкой крутятся а именно кнопками так ничего ток подобрал сейчас короче сделаю такой побольше зазорчик и покажу как его заплавить на трубе ну вот сделал вот такой приличный прям зазорчик и сейчас покажу как через стекло как его заваривать вы помните что я варю такие зазоры начинают середины то есть заплавляю короче сам зазор и немножко размазать то есть зазор втыкаю и немножко размазать поехали и и и и и и Так, давайте посмотрим, что тут получилось. Ампер я чуть-чуть добавил. 100 ампер поставил, потому что электроды вообще, короче, то ли оцаревшие, короче, непонятно. Так, ну так, чтобы на свет было. Давай сюда, покажи. Вот такой шовчик, смотрите. Отличный шовчик, видите, с зазорчиком. Наверняка проплав там есть. Не видно. Видали? Ровненький. Вот поближе. Ровный, плотный шов. Плохими электродами рутиловыми. Поэтому сварочный аппарат, короче, отличный для дома. Я же говорю, понимаете, зачем вам ЛБшки, если есть рутилы-электроды, варите ними. Да вы ними и будете варить, вы не будете варить УОНи и ЛБшками. Вы будете варить рутилом. А рутилом он, вы видели, как он варит. Вот на таких амперах. 100 ампер. Отличный аппарат, короче, мне, ну, для дома. Вообще замечательно. А то, что я вам говорю, что он там ЛБшку не хочет варить, да, тухнет, короче. Тухнет, да, от ЛБшки. Ни о чем это не говорит. То есть, что это плохой аппарат, все его брать не надо, короче, там, нет. Для дома это отлично, потому что дома варить что-то, электродами, с основным покрытием, особенно, 3 миллиметра, если это электроды, практически такой работы нет. Чтобы где-то там сарай какой-то поставить, там, не знаю, двери, ворота в гараж сварить. Не нужны эти электроды, понимаете. Поэтому, вывод делайте сами. Еще раз давайте посмотрим. Нашел. Сейчас я его так поближе. Видите, видите, ровные края, все, нету никаких там. Вот так поближе, прям, смотрите. Показываю, какой он плотный шов, короче, видите. Так что, аппарат отличный для дома. Ну, все, пока. До нового видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был сварщик с Кубани. Саня, привет еще раз. Ставьте лайки. С вами был я. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует...